Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Здравствуйте, Киев! Здравствуйте, Украина! Здравствуйте, Киев, мать городов русских! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, вы знаете, мы с Томиром пришли на Airflame в 1996 году. 96-й год. Сколько лет уже прошло? Сколько? Скажите, пожалуйста, много знаете сетевых компаний, которые работают 17 лет? И которые каждый год все выше и выше? Только Airflame. Потому что, знаете, вот столько друзей я искала... Ну, в чужих руках она всегда толще, правда? И они искали, где лучше. В результате я был с Airflame, все дальше и дальше, все выше и выше. От вершины к вершине. А тех компаний уже давно следует. Вы знаете, на самом деле, пока мы с Томиром работаем Airflame, в Airflame, там пришли, когда мы работали всей компанией Airflame, было 250 миллионов долларов. 250 миллионов долларов в 1996 году. Сейчас полтора миллиарда евро. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВЕРИКИ ОСНОВАТЕЛИ ВЕРИКИ ОСНОВАТЕЛИ Вы знаете, вот на Золотой конференции, когда выходят наши директора, то каждый выходит на своих директоров по фото, пофотографированный, да? Ну, свои прошли, они раз возвращают за стол. А Роберт и Йонас с самого начала до самого конца стоят у кого-то в языках, в котором проходят золотые директоры, и кланяются. И кланяются. АПЛОДИСМЕНТЫ Миллиардеры. Миллиардеры, у которых есть ценности выше денег. Успех других людей. Знаете, как раз выступал сын Йонаса. Не Александр, а другой. Он для дочек-истребителя. И, знаете, вот мы с Магнусом стоим, Магнус говорит, ну, скажи, чего у него спросить? Я говорю, Магнус, а спроси у него, у сына, как он относится к Арифлейму? Что такое для него Арифлейм? Это кошелел с деньгами? Или что-то другое? Магнус уж передернул. Он перевел. А дочка-истребитель, представляете? Он, когда услышал перевод у Магнуса, он просто взял такой вот микрофон, дает ему без микрофона, как раз отбил микрофон с пола, прыгнул на сцену и без микрофона. Весь зал так. Говорит, Арифлейм, где мне? Это не кошелел с деньгами. Арифлейм говорит, посмотрите, сколько людей успешно сидят в этом зале. Ценности выше денег. Это машина по выращиванию совершенно новой прослойки, социальной прослойки людей. Людей, которые прекрасно понимают, что прежде чем что-то принять, надо что-то сначала предпринять. Нас нельзя назвать рабочими, нас нельзя назвать крестьянами, нас нельзя назвать интеллигентами, аристократами. Мы предприниматели. Которые не ждут от мэра, от губернатора, от президента. Они идут и делают, еще налоги платят. Этим надо гордиться. Вы знаете, как раз у него был один товарищ выступал. Он говорит, я тут у вас проезжал и видел, это был 90 какой-то год. Он говорит, я видел у вас такие вот растяжки в городе. Ты заплатил мне налоги? Знаете, весь город, весь зал смеялся. Он переждал смех и говорит, а вы напрасно смеетесь, потому что не стыдно платить налоги. Стыдно не платить налоги. Потому что на эти деньги потом ваши отцы и матери пенсию получают. Просто стыдно недрамотно платить налоги. Вообще, понимаете, получается интересная вещь. В Казахстане упрощенная система 3%. Сейчас она поднимает до 6%, потому что мы в России давно платим. Они там все-таки недовольны и думают, как вот Арифейн нам будет помогать. Да хрен вам помогать. Арифейн сам платит все налоги. И нас с вами заставляют платить все налоги. Потому что Магнуд как раз на той конференции со своими сотрудниками сказал так. Работать по черному это непрофессионально. Работать по серному это непрофессионально. Работать только по белому. Одна из немногих компаний, которые работают по белому. Одна из немногих компаний, которые платят налоги. Все. Которые проверяют и ничего найти не могут. Потому что все заплачено. Причем налоги сравнимые с налогами нефтяных корпораций. Представляете, полутора миллиардов евро сколько налогов уступает. Пятый раз компания меняет маркетинг. Пока мы с ним работаем, пятый раз. Потому что когда мы пришли, было 12 групп. Потом они вели еще 18-24. Потом они вели 30-40. Потом вели 50. Потом вели миллион. Сейчас нам вот такую программу предлагают. Дорогого это стоит. Потому что все изменения в пользу консультантов. Все изменения в пользу людей, которые зарабатывают. Которые хотят зарабатывать. Которые хотят чего-то. Которые хотят изменить свою жизнь. Великие основатели. Великие лидеры. Великие руководители. Кто гордится Магнусом? Матсом, Минклсом. Муром и Куликовым. А Магнусом? Не слышу ничего. Спасибо огромное. Потому что на самом деле великие основатели. Великие руководители. Великие лидеры. Как вам сегодня понравились лидеры, которые здесь выступали на сцене? А я сижу. Я сначала вот здесь сидел, потом ушел туда. Но я, знаете, просто гордостью, гордостью, но как-то, знаете, вот здесь киплю. Киплю. Ну, бурлик, короче. СМЕХ Потому что на самом деле есть чем гордиться. Люди, которые не засланы сюда из Швеции, здесь местные, на месте работают и делают невозможным. Потому что, ребят, понимаете, это труд. А рефлейм – это профессия. Этой профессии надо учиться. Жизнь – игра. Именно выигрывать. Но каждая игра имеет свои правила. Любой человек, садясь играть в противного дурака или в любую стрелку на компьютер, сначала в первую очередь спросит, какие правила? Потому что игра без правил обречена на проигрыше. Правила успеха. Правила богатства. Правила работы со своим взаимом. Правила. Учиться надо. Потому что что такое правильное действие? Ну, что такое успех? Это несколько правильных действий, повторяемых ежедневно. Что такое неуспех? Это несколько неправильных действий, повторяемых ежедневно. Успеху можно научиться. Если кто-то это сделал, значит это возможно. Если это возможно, если вы одного получили, значит это можно повторять. Как минимум повторять. Потому что, вы знаете, Томинок как-то рассказал мне, эту бизнесу можно учить. Даже более того, я беру со своим учитель. Как я узнаю, что я хороший учитель? Только в одном случае, если вы превзойдете меня. Ведь на самом деле, задача ученика, просто быстро-быстро освоить всю платформу, созданную до него. И потом отдавая вся эта платформа, вы обязаны пошли дальше. Здесь могу звали учать про халяву. Вы знаете, он на самом деле имел право так сказать. Потому что вот эти вот изменения, они однозначно увеличивают зарплату каждого директора. Согласны, да? Кстати, как вам понравилось то, что вы предложили здесь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, ой-ой-ой. Знаете, хороший пациент, правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы поверили, да? Да, да, поверили. Не верите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Во-первых, сами проверите. А во-вторых, знаете почему обманывают? Потому что вот то, что сейчас считалось, вот все проценты, это вот считалось на сегодняшние товаробороты. Да, у нас же будет два раза. Вы понимаете, что мы еще? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если все это пересчитать на завтрашние, на послезавтрашние товаробороты, это будет не 30 процентов, не 40 процентов. Вы понимаете, о чем вещь? Не верьте, проверьте сами. Просто они просто взяли по третьему каталогу, да? Они просто посчитали, чтобы нам были блудить, а потом на этот каталог они вложили вот эти условия и посчитали и выдали нам 10. Но мы-то с вами послезавтра будем делать не такие объемы. Если у нас появился инструмент отношения, людей, значит, чем больше людей, тем больше товарооборотов, тем больше нашей зарплаты, тем больше лишней зарплаты. Знаете, нельзя изменить свой старт, но можно тратковать сейчас, изменить свой финиш. Много, конечно, сказать. Но, понимаете, все в ваших руках. Все в ваших руках, потому что вы знаете, кто такая ведьма? Ведунья. Ведунья. Это фея на пенсии. Некоторые давно заснувшие вышележащие спонсоры. Я похожа на пенсию. Не стареете душой ветерана. Дело в том, что разница между бедностью и богатством заключается только в одном. Они думают по-разному. Когда бедный говорит, я никогда не буду богатым, богатый говорит, я никогда не буду бедным. Смотрите, все начинается. Дамила очень часто говорила, я уже была бедным, я больше никогда не буду бедным. Вот пусть каждый из нас это скажет в своей судьбе. Потому что, знаете, все вот это просто. Я не сказал просто. Это легко. Я сказал просто. Понимаете, о чем я считаю? Но здесь есть ради чего трудиться. Здесь есть ради чего трудиться, потому что, на самом деле, я никогда не приглашал людей меньше работать. Я приглашал людей всегда больше зарабатывать. Не ищите, где меньше работать, ищите, где больше зарабатывать. Надежная компания, великолепное будущее, очень гибкая, очень мобильная. Как-то раз нам представляли на конференции сотрудника нового, который пришел с компанией «Эймон». Представляете? Ну, когда вам только сказали, что он там 15 лет воевремя проработал, все начали свистеть, опыт на канале там. Он переждал это, потом говорит, вы начали свистеть, потому что узнали, что я пришел с компанией «Эймон». А вы, говорит, не захотели, не хотите узнать, почему я пришел в компанию? «Эймон» и «Эймон» и «Эймон» и «Эймон». Все хотим, уходим. Потому что компания «Эймон» идет, компания «Эймон» бежит. Идет, вы знаете, дело в том, что вот все, что сейчас в «Эймон» здесь дано, это инструменты. Вот это инструменты. Инструменты, которые встречаются людьми, инструменты для того, чтобы разбудить тех, кто ведьмы записал с временными. Не, ну правда, не вспомните, вот Фаину из Русланы Людмилы. Она была феей, а потом стала ведьмой. Что такое? Сейчас просто настроения нету. Голова болит, и фея становится ведьмой. А если ее разбудить, то у нее опять любовь к Варлаку. Вот, и все опять налаживается. Это мысль такая интересная. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, знаете, у Томицы было очень красивое выражение. И хочу ее подарить сейчас вам. Когда у нее что-нибудь случалось, она говорила любой женщине просто «Поправь корону». АПЛОДИСМЕНТЫ Случается всякое, случается разное. Поправь корону и просто почаще проверяйте свою осанку, потому что надо просто запомнить, что мир лежит не на ваших плечах, он лежит у ваших ног. Потому что, понимаете, мы с вами должны четко понимать, что ни мы, ни наши дети никому нафиг не нужны. кроме нас самих. И поэтому, знаете, Бог всем дает, просто не все берут. Бог всем дает, но у нее нет рук, чтобы привезти это к нам домой. И поэтому мы с вами не должны пускать свои руки. На Томице, я даже спел такую песню. Я знаю все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, я знаю все в твоих руках, все в твоих руках, И даже ты. Потому что, вы знаете, на самом деле мы с вами очень четко должны понимать, очень четко должны понимать, что никто нам не может помочь. Ни Бог, ни царь, ни герой. Ни Мармус, ни Николас, ни приезжай. Потому что каждый из нас может помочь только один человек. Я его знаю. Того человека, который вам может помочь. И вы его знаете. Все знают. Я знаю, как его зовут. И вы знаете, как его зовут. Человека, которого вы каждый день видите в зеркале. Я знаю все мои труба, все мои труба, все мои труба. Я знаю все мои труба, все мои труба. Я знаю все. Я думаю, что они были. Я ненависти.